здрасте королевцы здрасте земляки в очередное воскресенье снова собрались люди и снова приехала полиции и они приехали снова собрались люди сегодня правда очень много жителей несмотря на то что так кто дождик то его нет есть новые изменения в сквере сейчас кое-что вам покажу есть сюрприз в общем сквер теперь имеет не только свое имя но и табличку вывеску стелу блин не знаю как назвать вот такую штуку сделать жить жители смотрите рябиновый сквер ну там спутник сердце я не знаю до конца она готова или нет ну вот вот она вот такая а вот и юрий копцы кстати да пытался лично сорвать кто-то кстати приходил и пытался ночью сорвать плакат а может быть он был сорван а это другое уже повесили насколько я знаю сами жители уже не надо не надо пожалуйста срывать юрий копцы к вот этот плакат юрий копцы давай до свидания потому что город должен знать своих анти героев вот и понимать что кто виноват в их бедах здравствуйте так моя любимая тема юрий копцы давай до свидания ну я так понимаю да расскажите я ехала с ним в автобусе так он у них было рейд по этому самому по проверке масочного режима а 392 маршрут я его увидела я подошла к нему поздоровалась он предложил мне сесть рядом со мной сел и я ему говорю проспектов на нафтов 16 а у меня вопрос да я вас слушаю я сказала я бы до каких пор у нас будет подобными вот это безобразие давайте как нибудь уж мы придем к единому поймите меня правильно я два раза отзывал эти самые порубочные билеты еще какой-то товарищ с ним рядом сидел год да 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 вот я бы ну вы понимаете мы выходим уже не знаем куда идти кругом такого и вот эти центры медицинские и говорю на бумаге это одно а на его другое и вот так мальчишно за руку говорю поехали со мной и вы посмотрите где вы собираетесь строить ничего не сказал он сказал что да мы будем решать суды туда-сюда поди туда и ничего конкретики от него никакой не было я считаю что надо и застройщиков и из администрации вот сюда где мы жители и чтобы они посмотрели что они хотят строить и где вас как зовут татьяна татьяна вы абсолютно правильно говорите мы здесь вот когда собираемся мы ни разу здесь не увидели к сожалению они своими глазами не увидели что происходит что они хотят натворить вот поэтому и вот был прямой эфир вот четверг по моему был прямой эфир да он сказал он высказал такую мысль что надо инициативной группе и представителю застройщика забраться опять у них в администрации и обговорить все тонкости финила все что я могу это лучше чтоб они к нам приехали тут это будет намного лучше чем они нас по зачем на нас смотреть они должны здесь посмотреть что творится ну вот я сейчас все сергеем поговорю на эту тему я считаю что опять когда этот денисов опять будет я извиняюсь за выражение будет нам все затыкать мы приехали со своей боли он тот раз в том году мы были он практически нам не дало говорить мы начинаем спокойно ну они любят перебивать людей но я считаю что юрий копцик просто сейчас перекладывает ответственность себя на жителей и он говорит жители идите к этому арендатору и с ним договаривайтесь не должны жители идти и договариваться с арендаторами вопрос который здесь стоит должна решить администрация это зачем тогда нам власть да зачем тогда нам власть если должны жители сами это решать не нужна мы тогда уберем эту власть и будем сами решать своим как и трудом или умом там или еще добиваться а так толку зачем красиво он говорил по телевизору только красоты такой особо это нету невидимой этой красоты вот чем дело пускай сюда приезжает с нами общается все прекрасно погоду выйдем лишь бы они к нам приехали а застройщик пусть посмотрит у себя пусть под окнами построить люди живут есть и инвалиды вот одна на втором этаже у нее сестра парализованные с детства единственное солнце на улицу не выходит солнце зелень посмотреть и будет вот это вот стена стоять но это же безобразие я хотел бы тебе рассказать те тезисы которые были им озвучены во время его выступления в прямом эфире на королев т.в. он оттянул этот вопрос до самого конца и в конце наконец все-таки про космонавтов 16 а стал говорить начал он с того что он вообще к этому не имеет никакого отношения и администрация ходы его не имеет отношения потому что все было решено в четырнадцатом году московской областью где обязали выделить вот такие участки и они исполняют вот эту программу ничего не сделать не могут дальше он сказал что и собственно говоря сами участки отрезала и сдала в аренду московской области администрации здесь не причем она наоборот и он сам лично наоборот всячески старается сохранить их для жителей нашего города весной 14 года были сформированы предложения по требованию министерства инвестиций инноваций перечень зон территории которые на сегодняшний день свободны от застройки и в данный перечень попало несколько территорий в том числе и космонавтов 16 а прокомментируй ну что тут комментировать уже очень то весь город на этом что что это за люди копцы как записной врун и все что он говорит это вранье то что он не причастен это полное вранье потому что именно распоряжением копцыка в 2016 году был сформирован этот участок и ему назначен вид разрешенного использования предполагающий строительство это было сделано даже до утверждения генерального плана и правил земепользованные застройки это все вот эти обсуждения общественно это была полная бутафория уже все вопросы были решены до 2016 год сформированный участок вот то есть это вранье что там был сформирован в четырнадцатом году об этом месяце документы документально подтверждено вот по поводу этой программы как тоже мифической программы тоже с тобой это обсуждали уже неоднократно это очень то тоже вранье имеет это пост такой прикрыть себя то есть какая у них тактика пропаганды ходоревской это то что вот они делают такие фасадные проекты красивые там парк центральный там рядом с дк каренина там аллеечка покорителей космоса там вымпел отремонтировали а все что происходит на задворках это вот это полное вообще безумие и беспредел этого просто как бы нет они не причастны а если есть то это как бы прошлая администрация что-то придумала там сделала они ничего исправить не могут но это во первых полное вранье уже то что даже если это было бы деяние предыдущих составов администрации нынешняя администрация вправе отменять изменять любые решения принятые ранее как госдума может носить там изменения в свои законы отменять законы и так далее вот если бы это бы и было так но ничего подобного не было потому что вот то что то не ссылается какую-то программу кстати если ты говоришь что он говорил про 2014 год год назад он говорил про 2012 год что эти участки были вот именно но я думаю скорее всего 1812 он имел как в виду когда наполеон напал на россию вот конечно мамонты там мамонты во всем виноваты вот я запрашивал делал запрос обращение в администрацию чтобы они показали мне что это такая программа в которую якобы этот участок вот отдан под поддержку предприниматель не один не один этот участок но и все другие остальные тоже пионерская 43 на ленина до 4 участка есть городе которые вот имеют схожую схожую судьбу они мне прислали подписочку с указанием некоторые по самом деле программы поддержки под принимать мало поднимается в городе на 2011-2013 год цифры все время путаются то 2012 на 100 программ 2011-2013 года теперь говорить про 14 год но когда врешь что конечно сложно за всем тому следите врать одинаково каждый раз эта программа и ответ с ней ознакомился она касается лишь об устройство бизнес-инкубатора на улице трудовой то есть это в завокзальном районе никаких вот этих участков наших земельных там вообще не нет ни слова про то чтобы отдать кому-то землю об устройство здания которое здание уже вам было они там провели интернет там что-то ну ремонт какой-то сделали потратили не помню сколько миллионов на это по федеральной программе федеральной поддержки область но это вот тот самый бизнес инкубатор который возле входа в энергию да вот никаких и документов подтверждающих то что какая-то есть программа там областная или что-то еще которые вот эти участки отданы под застройку не предоставлены раз не проставлено значит вранье просто себя выгораживают но эту программу же можно на самом деле найти в интернете ты скачал там вот ее текст самой этой программы в чем суть ее все программы вот что такое вообще программа нет ни одной программе не может быть указаны какие-то там земельные участки вернее могут быть но это отдельный случай сейчас скажу в основном программы касаются только финансирование то есть мир местные органы местного самоуправления сами составляют какой-то проект а область или даже российская федерация может под этот проект выделить деньги то есть вот что в этом проекте делается решает всегда органы местного самоуправления никто там не президент и правительство российской федерации не мог не даже правительство московской области не будут заниматься тем чтобы взять этот участок и решить что на нем делать нужно распоряжается землей все что находится в сердце города распоряжается органы местного самоуправления. Это все вранье, что кто-то там, папа римский там, может, тут еще тоже напортачил у нас. Все это сделали они, все это вот это так называемая Ходоревская банка, как люди про это говорят. Есть, да, есть такая штука, что в самом деле по программам поддержки предпринимательства могут выделяться земельные участки. Ну, на льготных условиях там, чтобы поддержать там бизнес. Вот, с этим я тоже разбирался. Такие участки во-первых, чтобы участвовать в такой программе, участок должен быть сформирован. То есть не может быть просто абстрактная земля там, возле дома 16А или что-то такое. Это должен быть участок сформирован, то есть поставить на кадастровый учет. Ну, а на кадастровый учет этот участок сформированный, поставлен в 2016 году. То есть это уже Ходоревское время. То, что они врут, что это было раньше сделано, это все вранье. Все было сделано при Ходорове. Во-вторых, когда такой участок формируется и включается в программу поддержки малого бизнеса, он вносится в федеральный реестр. То есть министерство, агентство по федеральному имуществу ведет специальный список, в котором все участки такие вот, ну, это сделано в целях противодействия коррупции. Все эти участки наперечет, они есть. Я этот список смотрел. По городу Королеву нет ни одного участка в этой программе. Ни одного. Все это полное вранье, то, что Копцик говорит. Следующий момент. Это мы обсудили. О том, как решать этот вопрос. Юрий Копцик в своем прямом эфире заявил, что, ну, наверное, помнишь, такая сейчас есть тема, что здесь наши полномочия все. Вот. Он сказал, типа, что здесь наши полномочия все. Мы, значит, судак боролись, не отборолись. Я не выдаю порубочный билет, я такой хороший. Поэтому, в общем-то, жители сейчас сами должны идти к арендатору и упрашивать его, значит, расторгнуть договор аренды, как-то попытаться договориться с арендаторами. Таких участков несколько в нашем городе. И на сегодняшний день правовых оснований для расторжения договора никаких нет. Поэтому нам рекомендовано, нами рекомендовано арендаторам данных земельных участков решать, встречаться с жителями данных домов и решать этот вопрос на месте. Мы в любом случае всегда занимали и занимаем сторону жителей. Но вот эти участки на сегодняшний день находятся в правовом поле. То есть, он сейчас жителей толкает на коммерсантов. Такая получается история. А сам, отходя буквально в сторону, как мне кажется. Вот что ты по этому поводу думаешь? Ну, разумеется. То есть, это такая позиция администрации. Вот мы вроде все так по закону сделали. Вот технически, чисто технически, формально, юридически. Да, они там все нормально подмазали, как надо. Вот. Но при этом сам же Копцик говорил, то есть, тут, как обычно, вот эта двойственность. А когда там он говорит, чтобы выступить красиво, одно, когда идут, допустим, запросы, обращения к ним, говорится другое. Это так же, как он говорил, врал, вот год назад, когда мы входили в администрацию, он врал, что, когда они в 2014 году заехали, он был поражен, сколько здесь много торговых центров. Зачем их столько жителям? Они их все равно не успевают посещать. Вот. Поэтому он как бы против всего этого, да? Но потом там идет вот это в райо, потом, что это было сделано раньше, что мы уже обсудили, да? А если вот, когда люди официально обращаются, обращение письменное направляют в Московскую область, там, или в Королев, пишется, что? То тот же Копцик пишет, в городе пока что еще не выполнен норматив по количеству квадратных метров торговых центров. Поэтому мы и строим дальше. Двойственная все время позиция. Вот так и здесь. То есть он вроде бы, да, за жителей там, но ведь все правильно, сделал все, что мог. А то, что суд, якобы они там в суде выступали, мы с тобой уже не раз обсуждали, суд был бутафорский. Ну, то есть если кто не очень понимает, что там заявление в суд, оно само по себе, ну, мало чего значит. То есть я, например, могу взять, на тебя подать, заявить иск, что ты мне должен там 10 тысяч рублей, не отдал, да? А вот там, другое дело это доказать, судья. Вот. И там судья скажет, а какие у тебя основания там, какой-то расписка там, что-то нет, ничего нету, да? Ну, значит нет, отказ. Вот точно такой же вариант вот хождения в суд и был использован в администрации. Там по нашему участку, по пионерской, там по другим участкам всем. То есть они просто пришли, ну, типа, да, какую-то маляву накатали там, но она была абсолютно безосновательная. И никто там эти иск не поддерживал, там, ни представители администрации, ни представители прокуратуры, которые тоже участвовали там, как третье лицо. Вот. То есть был бутафорский суд. Типа они, что-то они сделали якобы, вот чтобы, да, изобразить какую-то деятельность, что они защищают права жителей. Ничего подобного по факту не было. И то, что он теперь предлагает, это абсолютно сволочная позиция. Вот мы сделали вам такую гадость, а вот разруливайте вы сами, договаривайтесь там с этими коммерсами. А как мы будем с коммерсами договариваться? Это администрация с ними договаривалась. Они согласовывали там этот участок с мисс-шведовственной комиссией, там, с кем угодно, но только не с жителями. А теперь он говорит, что вот эту проблему, которую создали они, а решать должны жители. И за свой счет. По этому поводу что можно сказать? Ну, если у этой бригады там, к Ходоревской риелторской банды, так называемой, ну, осталось у кого-то у них хоть что-нибудь похожее на честь и достоинство, О, нет, нет, не надо об этом. Они создали эту проблему. Они своими руками создали проблему жить жителям. И если вот у них что-то такое осталось, это значит их дело эту проблему решить. И за свой счет. Это они должны договариваться с коммерсами, как этот участок вернуть городу и людям. Они мы. Да, ты знаешь, кстати, ты сейчас, хочу всем королевцам очень важную вещь сказать, которая тут выяснилась. Ты сейчас сказал про вот эту межведомственную комиссию. Какие бы ни были проблемы между жителями и администрацией нашего города, всегда всплывает вот эта межведомственная комиссия, на которую ссылается администрация. Это не мы. Межведомственная комиссия приняла такое решение. Это было у нас на Карла Маркса 12, в разных других моментах. И вот сейчас идет в арбитражном суде суд по поводу участка, который Юрий Копцик захватил в Валентиновке с наложением на федеральный лес. И вот люди, которые присутствовали на этом суде, сказали, что когда представитель администрации стал рассказывать, что это одобрила межведомственная комиссия, судья отклонил эти аргументы, сказав, что не надо здесь такую ерунду говорить, межведомственная комиссия, ее решение носит только рекомендательный характер. А решение принимает конкретно, непосредственно, муниципалитет, муниципальная власть. Как я и говорил, муниципальной землей распоряжаются органы местного самоуправления. Комиссии, они просто голосовывают. Но наша Ходоревская администрация все с себя снимает и переваливает просто на какие-то другие факторы. И вот так вот все время объясняя жителям. Они не все с себя снимают, они снимают с себя всякое вот то, что гадостное. А на себя-то они принимают, выпил, отремонтировали, аллейку замостили, там, покорители космоса. Вот все эти парады, показательные проекты, нет, они на себя. Это же... Добродел поддержали. Мы должны за это уважать их, да. А то, что вот происходит на задворках, там, за этими фасадами, да. А мы сейчас пойдем посмотрим, кстати, рисунки, потому что мы с нашего дома тоже привезли рисунки. Там у нас дети нарисовали моих соседей. И здесь, кстати, уже много сегодня повешено рисунком. Давайте посмотрим. Ну, это намок совсем, да. Здесь очень плохо видно. Станция Болшева. Так. Соседи. Команда Ходорева отдала наш сквер с южной стороны дома 16-я проспект Космонавтов для строительства очередного торгового центра. Вырубка деревьев может сейчас в любой момент. 8 ноября и каждое воскресенье жители города собираются в сквере, чтобы вместе отстоять этот зеленый островок. Приходите, зовите друзей, соседей, распространяйте это сообщение в соцсетях с хэштегом Рябиновый сквер. Так, ну здесь, я так понимаю, в бадминтон играют люди. Красиво. Почему ты, Николай, не нарисовал ни одного рисунка в защиту сквера, а? У тебя, я знаю, художественный дар. Серьезно? Значит, и... Ну ты так пишешь хорошо, вот эти все заявления прокуратуру, значит, можешь и красивую картину нарисовать. Это официально деловой стиль, а есть еще и художественный. Художественный надо подрисовать, еще подвезу. На самом деле, смотрите, сколько вот этих вот специальных тумб установлено жителями. И на все эти тумбы можно приходить, вешать свои рисунки, какие-то плакаты, какие-то призывы. Ну, касающиеся Рябинового сквера, пожалуйста, участвуйте. Желательно, наверное, все-таки вот в такой вот, смотрите, в такой вот файл, потому что, видите, от дождя все вот эти картины, они намокают и краска слезает. Но пока не показываешь. Почему? Не надо, я сейчас скажу вопрос. Ну, тут все, тут и авангард, и импрессионизм, все присутствует. Ну, в детском виде, да. Вопросик сейчас будет, куда подбежал? Я здесь, я здесь. Ну, ты сейчас какой-нибудь опять... О, смотри, какое дерево. Ну, дерево грустное, потому что его хотят спилить. Да. О, какой авангард. А домам, а это самое, торгового центра нет, видишь, зачеркнуто. Сижу. Не будем ничего портить, давайте. А, строить. Не будем ничего строить. Это ж надо заморочиться. Ну, это классно. Я еще раз говорю, не знаю, окончательно ли он готов или нет, но здесь надпись «Рябиновый сквер», я думаю, вам видно. Сверху спутник, и спутник в сердце находится, да. Второй год идет борьба за сохранение этой территории, которая сейчас называется «Рябиновый сквер». Второй год люди все время находятся, на самом деле, в стрессовой ситуации, потому что они ожидают, что сюда приедут рабочие, начнут выпиливать деревья, здесь начнется строительство. Слава богу, этого до сих пор не произошло, и это дает, на самом деле, надежды и веру, что сквер удастся отстоять. Дверин написал песню на стихи Уракова, Александра Уракова, нашего местного поэта, который возглавлял наше литобъединение. Слышали такую фамилию? Александр Ураков. Не слышали? Не слышали? Ой, ну ладно. Ну, в общем, эту песню взял на вооружение оркестр «Сувенир», и в 80-е годы она была визитной карточкой поездок на Байконур в 80-м году, в 85-м городе Миас, и в Томскую область. И мы начинали с этой песни. Там, где я узы и стуки и над князь мою рекой, этажи вознес высоко светлый город наш родной. Стал он гордо средь приволья, будто вышел на парад. Лучший город Подмосковья, наш родной Калининград. О делах его достойных слава гордая летит, от тропинок подмосковных до космических орбит. Здесь всегда с вершенью новью и талантами богат. Лучший город Подмосковья, наш родной Калининград. Здесь всегда цветут улыбки, чувств сердечных не таят. Приезжайте к нам подлипки и любовьшего друзья. Здесь всегда с такой любовью задушевно встретить рад. Славный город Подмосковья, наш родной Калининград. Славный город Подмосковья, наш родной Калининград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова